Вот кто-то видит в этом флаг Германии, кто-то скажет мне, вот он носит на тапке флаг Германии, да? Кто-то мне скажет, что он носит флаг Украины и флаг правосектора на тапке, да? Ну, а для кого-то, как для меня, это просто самый обычный тапок, который я ношу, не более. Кстати, кто-то еще может сказать, что вот, например, он ублюдок, что топчет флаги, или же он патриот, что носит флаги у себя на ногах. Ну, в общем, это совсем другая история. Сейчас мы будем говорить про людей, которых в Донецке нет. Как вы видите, в парке так мало людей, так мало детей, никого нету. Движение замерло так, что можно, ну не знаю, просто... Можно спать посреди улицы и проснуться, все будет в порядке. Вот серьезно, сразу видно, что жизнь в Донецке остановилась, именно так, как я и говорил, да. Мест, к сожалению, на качельке нету, жаль. Так бы я хоть покатался. Обратите внимание, то есть, ну давайте чуть поближе подойдем, в чем проблема. Поснимаем. То есть, это идет стрик хороших видео, где я показываю, что не все так, как вы думаете. Или же просто может быть... Ладно, не важно. Посмотрим. Пожалуйста, смех, радость. По-моему, просто отлично. Людей немало. Машины ездят. И это, кстати, как я вам говорил, жара спала. Спала жара и все. Теперь нормально, людей. Можно чуть пройтись чуть дальше. Наверное, буду видео ускорять. Видео будет ускорено. Затем, чтобы вы не смотрели по 50 минут одного и того же, как я просто хожу. Поэтому будем... Наверное, уже с этого момента ускорять. Чтобы вы просто посмотрели, как мало людей. Вот. Просто вообще нету, да? Смотрите, просто вымерло все. Здравствуйте. Хорошего дня. В общем, смотрите, тут все есть. Люди приветливые. Правда, уже не день, уже и вечер, но не важно. На завтра пожелал. Просто идем и снимаем. Рестораны работают. Рестораны полные. Людей много. Ах, бедные люди. Я в Донецке. Людей нет. Смотрите. Ни на одной лавке, ни одного человека нет. Ужас. Просто гляньте. Бедный Донецк. Что ж ты будешь делать? И понимаете, то есть, когда вы говорите то, что... Ну, не знаю, о тех вещах, про которые я не говорю, я еще раз говорю. Почему я про них не говорю? Потому что вот, пожалуйста, вот. Людей куча. Вот они сидят, вот они отдыхают. Все прекрасно. И сейчас посмотрите. Сейчас что, жара? Нет. Сейчас подспала температура. Все отлично, как раз под вечер. Все ходят, все гуляют. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, хотите мира? Все хотят миру. Надоела уже война. Это, да? Согласны вы? Лица ваши в камеру не поводят. Не беспокойтесь. Хорошего вечера. Извините, что отлег. Так вот. Смотрим. Можно даже поближе подойти, показать вам. Круто, да? Вон, люди. Все есть, блядь. Не дай бог. Не дай бог, кто-то еще хоть раз напишет. Тут никого нет. Ну, то есть вы поняли, да? Именно то, о чем вы и говорили. Хотите объективность? Вот она моя объективность. Все есть. И посмотрите, сколько людей. То есть их много. Реально много. Вот они все тут есть, понимаете? Вот теперь вопрос. Что ты за плитку говорил, да? То есть за брусчатку. Действительно, ну, кто-то вообще может сказать. Еще ты сам не положишь. Ну, серьезно. А ты мне позволишь, например, мне, человеку, который, например, не разбирается ничего в медицине, вырезать у тебя аппендицит? Вот я у тебя аппендицит стану вырезать, да? Ты мне это позволишь? Вообще, вы понимаете, к чему я это говорю? Потому что, ну, понтус того, что я положу эту фэмку. Она через два дня опять же повылазит и выкорчевывается. Вопрос почему? Потому что я в этом ничего не разбираюсь. Логично, да? Ну, все, по-моему, на вопрос я ответил. То есть жизнь идеально идет своим чередом, своим кругом. Все есть, все на месте. Афе работает, людей куча. Наверное, даже такое видео отматывать не надо. Тут просто... Так сегодня никакой, ни праздник, ничего. Здравствуйте, я вы не подскажете, сегодня какой-то праздник или нет? То есть, ну, ничего, обычный день, да? Просто ничего, ни день не верю. Да, просто, ну, людей-то вообще, ну, походу, отдыхают все. Ну, извините, что отлетаю. Ну, спасибо вам. Хорошего вечера. В общем, как видите, все, вот, вообще. Ну, то, что здесь машины не ездят, это даже хорошо. Наверное. В том плане, что. А так, конечно, вы уже, наверное, видели видео, где машины ездят. Так, посмотрим. Про фонтаны вы... Мне кто-то писал, что кто-то говорил, что, типа, там, фонтаны не работают. Работают. Вот, пожалуйста. Они работают. Сейчас мы вам все покажем. Ну, тут поменьше людей будет. Бля, я себя как на море чувствую. Знаете, я два года уже не был, наверное, на море, а то и больше. И вот там тоже постоянно люди подобные вот мелодии проигрывали. Ну, потому что, не знаю. Наверное, это уже культура такая, что такая музыка, это приятно. Ну, то все. Всего-то. Вот ваши фонтаны сейчас покажем. Разрешите. Вот люди до сих пор большое количество отдыхают. Все нормально. Смотрим. Фонтаны ваши обижаемые. И вы хотите сказать, что это мертвый Донецк? Вот это все? Так, нам что-то еще даже, по-моему, живая музыка. Сейчас даже можно посмотреть. Или же нет? Ща баленим. Ай, сутка. Вон, посмотрите. Там даже что-то продают еще. Серьезно, как на море сейчас чувствую. Видите, тут лавочки, всякие люди, там всякие штуки продают разные. Наверное, сейчас подойдут и заснимаю. Ой, как хорошо, блядь. А, ну, в принципе, тут можно пройти. Да, сука. Так. Реально живая музыка? Ёп твою. Налево. Так. Смотрим. Мужики, а можно вопрос? Вы еще играть будете? Да. А скоро? А, да, давайте я вас тут сейчас. Заодно покажем все. Можно? Можно? Место не сутка. Ай. Ну, что тут можно сказать? Все перед вашими глазами. А, да, мы с тобой до этих сферок до утра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А можно у вас спросить? Сегодня же никакого праздника нет, да? Это обычная суббота получается? Нет. Серьезно, есть какой праздник? Нет. Нету. Да, нет. Да, ничего такого, да, нету. То есть... Я тут для ребят снимаю, они просто думают, что это Донецка все вообще, типа, тут глушь. Но, они, очень, сегодня прошелся, все, все, он показал здесь это самое обычное дело удивительно не смотря на все это действие как-никак чувствуку без этих бы ребят было бы тяжело даже они вносит свою лепту все это и обычные музыканты я отсюда сам жаждане с коротом а 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 вот такие вот дела вот такие вот дела мужики мужики спасибо вам вы сейчас делаете очень хорошую работу тем что вы поддержите сейчас весь донецк этими музыками самыми обычными это все не просто так это все это реально оно это вам спасибо большое спасибо спасибо большое вы вносите большой вклад серьезно спасибо вот как вы видите то есть о чем тут можно еще все превосходное вот вам на закуску это будет самое последнее это чтобы вы вообще подумали что это невероятнейшая сказка чтобы вы подумали что этого быть не может что это просто здесь все нарисованный мир вы сейчас если правда у не закрыть из этот магазинчик интереснейший вы будете очень сильно удивлены о нет он не закрыт у сейчас у кого-то не знаю сойдется не знаю отслоится мозг от черепа короче сейчас посмотрим вам покажем все вот наверное все таки вообще ничего не было вырезать просто будет вам показывать цельное видео наверное она выйдет минутам в двадцать может минут чуть больше кто знает ну уж потратите 20 минут не играйте там свои counter strike посмотрите полностью как донецк то есть то о чем я говорил и так сейчас попробуем зайти попросим обратно с попробуем зайти доброго дня а можно вас на секундочку спросить кое-что вот снимаю видео для друзей они в общем спрашивают как там жизнь донецке да ну в общем ваше ли сейчас не попадут камеры просто это скажите никаких но хотя бы просто скажите вот у вас здесь весь коллектив работает на украинском языке разговаривать да все на просто можно понимаю но если такие дела то ладно спасибо вам за ответ сосну красиво красиво и классно тут ну как вы поняли коментарьев ребят не дают коментарь не дают тому что чому потому что их за это ругают нормально ну а чому час праці він повинен что на щось відповідать он потребен ему у него працьев все он он працюет он выдаёт заказы это львовская шоколадница майстерня шоколадная майстерня называется она а щось там эстет щось я не памятаю ну не о том речь речь о том что ну вы сами все бачите топ то тут все є тут життя тут все нормально тобто вот вот вы только подумайте зрозумите что вот хлопцы працюють на улице пушкина это центр пушкина восемь 18 они тут працюются ничего не мают тобто украинская мова тут это нормально совсем я не думаю что если вы тут приедете и будете на украинскую мову спілкуватися у вас тут ктось образует или скажет что вы там хохол или вбивцы ну мова это есть мова мова она не отвечает за убийство и все таки на жаль за убийство отвечают те люди яки не бачите все это это красы там не понятна разоменче челсо цепь 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 ну в общем шо вам скажу самое обычное дело топ на ну просто это сейчас военное время понимать военное я не знаю сколько вот минут будет это видео но я вам честно пожалуйста посмотрите его всего вы поймете что умирающий донецк в котором нет людей и вы наконец-то начнете прислушиваться к словам что значит жара все дома надеюсь люблю вас целую и что еще дальше в общем будет тоже очень неплохое видео там очень классный парк в основном ну то есть его будет нужно будет посмотреть тем кто никогда не был донецкий как бы получается но он вообще там прекрасно ты заходишь там всякие там памятники такие архитектурные есть нам всякие трое за такой ночью объяснять на словах то есть в принципе это уже будет завтра сегодня уже все то комментирует а иду спать получается началось понимать это же человек тоже все это тем более вы сами все это прекрасно понимаете мне нет ни монетизации мне нету я ничего с этого не зарабатываю просто я вам показываю как она есть понимаете ну просто реально как она есть то есть вот даже сейчас в этот момент вам сказать о смотрите как людей мало да просто ужас как их нормально они есть только что я вам показал 20 минут на видео где их на вот их просто валом там практически даже не пройти невозможно посмотрите классно 3d рисунки такие ногой в кофе вот так вот четко все нормально это еще было там фотографии одна сегодня сфотографировал то есть есть люди которые тоже граффити всякие рисуку вот это вот 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 это вот нехорошо вот вот это вот птичку жалко серьезно птичку жалко нету был бы у меня пакет там хоть какой-то не знаю на перчатку я бы убрал ну блин у меня нет ну серьезно то есть ну в общем ну ничего не поделаешь на такие его дела в общем дамы и господа шоевом скажу все на сегодня видео все мне кажется вообще полчаса ушло хотя знаете что наверное блин сейчас наверно все таки я пройдусь просто вам по-быстренькому покажу вам этот как его а что же там хотел сказать фонтаны в общем да вон камера не труси дистрофик ну ладно простите меня пожалуйста ваш дистрофик исправится не будет трусить камера вот смотрите прикольно классно реально классно по моему просто вот замечательно ну и там такой же соответственно точно такой ну и вот что ой туда идти сильно далеко наверно сейчас видео приостановлю и прям туда когда дойду я снова включу хорошо ребята ну вот собственно мы на месте а фонтан это работаю да ну что я вам скажу ребята то есть ладно я про свой город что-то говорю но это мой родной город я здесь родился понимаете то что я его обсуждаю его проблемы это нормально но когда вы обсуждаете мой город то мне лично не то что неприятно я просто считаю вас полными мудаками потому что вы сами прекрасно понимаете что в каждом городе есть свои проблемы это что если человек из этого города сам поднялся чтобы показать что-то плохое ну что-то хорошее то это норма но если ты просто вышел не знаю блять вышел делать нихуя в итоге зашел в интернет нашел видео travel dee такой ооо он бродонет снимает а у вас там блять все нахуй блять такую ваша просто не знаю блять мухи мрут комары и съебываются блять пакуют вализы там ебают нахуй серьезно вот все нормально то есть даже вот все ну как вам это сказать ну то есть любите свой город вот и все будете любить свой город будете поднимать его вопросы так же как я поднимайте вопросы возможно знаете просто вот кто-то увидит например какое-то там мое видео где там с брусчаточкой что-то там повозмущался что это проблемная фигня вот им станет например стыдно мужикам да они приедут переложат или они например не знали да